Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Стихи 1840-41 годов. 1840 год. На все свой ход, на все свои законы, меж люлькою и гробом спит Москва, но и до ней глухой дошла молва, что скучен вист, и веселей салоны отборные, где есть уму простор, где властвует не вист, а разговор. И погналась за модой новосветской, но погналась старуха не путем. Салоны есть, но этот смотрит детской, а тот, увы, глядит госпиталем. На что вы, дни, знакомый свет явления свои не изменит. Все ведомо, и только повторенья грядущие сулит. Недаром ты металась и кипела, развитием спеша. Свой подвиг ты совершила прежде тело, безумная душа. И бедный круг подлунных впечатлений, сомкнувшая давно, под веянием возвратных сновидений, ты дремлешь, а оно бессмысленно глядит, как утро встанет, без нужды ночь с меня, как в мрак ночной бесплодный вечер канет, венец пустого дня. Всегда и в пурпуре, и злате, в красе негаснущих страстей, ты не вздыхаешь об утрате какой-то младости твоей. И юных граций ты прелестней, и твой закат пышнее, чем день, ты сладострастней, ты телесней, живых блистательная тень. Все мысль да мысль, художник бедный слова, о, жрец ее, тебе забвенья нет. Все тут да тут, и человек, и свет, и смерть, и жизнь, и правда без покрова, резец, орган, кисть. Счастлив, кто влеком, к ним чувственным, за грань их не ступая, есть хмель ему на празднике мирском. Но пред тобой, как пред ногим мечом, мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная. Мудрецу Тщетно, межбурную жизнью и хладную смертью, философ, хочешь ты пристань найти, имя дашь ей, покой. Нам из ничтожества вызванным, творчества словом тревожным, жизнь для волненья дана, жизнь и волненье одно. Тот, кого миновали общие смуты, заботу, сам вымышляет себе, лиру, палитру, резец. Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя, первым стенаньем качать нудит свою колыбель. Рифма Когда на играх олимпийских, на стогнах греческих недавних городов, он пел, питомец муз, он пел среди валов, народа жадного восторгов мусикийских, В нем вера полная в сочувствии жила, свободным и широким метром, как жатва, зыблемая ветром, его гармония текла. Толпа вниманием окована была, пока могучим сотрясеньем вдруг побежденная плескала без конца, И струны звучные певца дарила новым вдохновеньем. Когда на греческий омвон, когда на римскую трибуну оратор восходил и словословил он, или оплакивал народную судьбину, И обращались все взоры на него, и силой слова своего вития властвовал народным произволом, он знал, кто он. Он ведать мог, какой могучий правит Бог его торжественным глаголом. А ныне кто у наших лир их дружелюбной тайны просит? Кого за нами в горний мир опальный голос их уносит? Меж нас не ведает поэт, его полет высок или нет. Сам судья и подсудимый, пусть молвит песнопевца жар, смешной недуг или высший дар, Решит вопрос неразрешимый. Среди безжизненного сна, средь гробового хлада света, Своей ласкою поэта ты рифма радуешь одна. Подобно голубю ковчега, одна ему с родного брега живую ветвь приносишь ты, Одна с божественным порывом миришь его твоим отзывом и признаешь его мечты. Увы, творец не первых сил на двух статейках утомил ты кое-какое дарование. Лишенный творческой мечты уже в жару нездравом ты коверкать стал правописание. Неаполь возмутил рыбарь, и власть прияв, как мудрый царь, двенадцать дней он градом правил. Но что же, непривычный ум, уставший от державных дум, его в тринадцатый оставил. Филлида с каждою зимою, зимою новою своей, пугает большей наготою своих старушечьих плечей, И Афродита, гробовая, подходит, словно к ложу сна, за Ризой Ризу опуская к одру последнему она. 1841 год Предрассудок Предрассудок Он обломок давней правды, храм упал, а руин его потомок языка не разгадал. Гонит в нем наш век надменный, не узнав его лица, нашей правды современной дряхлолетнего отца. Воздержи, молодую силу, дней его не возмущай, но пристойную могилу, как уснет он, предку дай. Ванитас Ванитатум Что за звуки мимоходом ты поешь перед народом, старец нищий и слепой? И как псов враждебных стая, чернь тебя обстала злая, издеваясь над тобой. А с тобой издавна тесен был союз камен и песен, и беседовал ты с нею, безымянной, роковою. С дня, как в первый раз, тобою был услышан соловей. Бедный старец, слышу чувства в сильной песне, но искусство старцев старее оно. Эти радости, печали, музыкальные скрыжали, выражают их давно. Опрокинь же свой треножник, ты избранник, не художник, попеченье гений твой. Да отложит в здешнем мире, там, быть может, в горнем клире, звучен будет голос твой. Ропот Красного лета отрава, муха досадная, что ты, вьешься, терзая меня, льнешь то к лицу, то к перстам? Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй? Ты, из мечтателя мирного, нег европейских питомца, дикого скифа творишь, жадного смерти врага. Ахилл Влага стикса закалила дикой силы полноту, и кипящего Ахилла бою древнему явила уязвимым лишь в пету. Скульптор Глубокий взор вперив на камень, художник нимфу в нем прозрел, и пробежал по жилам пламень, и к ней он сердцем полетел. Кого закат могучих дней во глубине сердечной тронет? Кто в отзыв гибели твоей стесненной грудью вас стонет, и тихий гроб твой посетит, и над умолкшей Аонидой, рыдая, пепел твой почтит нелицемерной панихидой? Никто! С утра дней счастлив и славен, кто тебе, мой мальчик, равен? Только жавронок живой, чуткой грудью своею, с первым солнцем, полной всею наступающей весной. Катырии Конец стихов 1841 года Конец стихи Конец стихи Продолжение следует...